Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Значит, та проблема, над которой мы сейчас сбьемся, это проблема материалистического преобразования и истолкования диалектики Гегеля. И как мы выяснили с вами на предыдущих занятиях, этой проблемы не было, пока мы находились в сфере сначала бытия, потом в сфере сущности. Там объективная логика и объявлена как объективная логика. А вот когда мы перешли к тому второму, он называется субъективная логика, и здесь получается некоторый обрыв логики в небо. Обрыв связан с тем, что мы хорошо запомнили, чем кончается вот этот небо, том первый. Том первый заканчивается действительностью. Действительностью. Раз он заканчивается действительностью, то, собственно, от него, от этого пункта нужно двигаться дальше. А вместо этого вдруг появляется во втором томе сначала субъективность, а потом уже объективность. Поэтому с точки зрения, так сказать, такой больше механической, чем органической, и, казалось бы, надо просто взять и перетащить то, что касается субъективной логики, после рассмотрения объективного. Поскольку если объективность тут есть, в этой книге есть, и эта объективность вдруг почему-то стоит не в начале, не примыкает к объективной логике, а она вдруг улетела и помещается после субъективности. Какого-то убедительного объяснения у Бегеля тут нет, более того, у него есть такой вдруг рассказ о понятии вообще в самом начале, причем не в духе того, как он обычно делает, потому что обычно он выводит одну категорию из другой. А здесь вот такое рассуждение идет о понятии вообще. Ну и вот когда он рассуждает о понятии вообще, ну, в общем, он и там тоже говорит о том, что понятие можно понимать и в объективном смысле, и в субъективном смысле. Скажем, понятие яблоко – это что? Это, так сказать, то, что у нас в голове, или это вот нормальный, средний тип яблока? А понятие вообще что? Мы уже немножко поднаторели, и знаем, что для того, чтобы что-то обозначить, нужно посмотреть, как оно произошло. Что такое понятие? Понятие – это единство бытия и сущности. То есть, раз это единство бытия и сущности, обе эти категории объективные, поэтому изначально мы получаем понятие как объективное, а потом можем переходить к понятию как субъективное, то есть к отражению этого единства бытия и сущности в наших головах. То есть, в общем, перестановка здесь не такая уж большая. Поэтому в соответствии с этим мы с вами прочитали на предыдущих и обсудили на предыдущих занятиях Кружка самое вот начало то, что Гегель пишет и демонстрирует тут, что он идеалист. Это редкий случай, когда можно указать на идеализм Гегеля, потому что в противном случае, ну, можно тут толковать какие-то моменты идеалистические, но как вы будете бытие толковать идеалистически, как вы будете сущность, которая есть снятое бытие, и оно снятое не в плане того, что оно куда-то другому переходит, а переходит, собственно, в это самое бытие, более глубоко понятое бытие. Ну вот, если таким образом к этому подходить, то сейчас мы находимся в каком пункте, что есть? Мы начали рассматривать второй том или третью книгу субъективной логикой, и начинаем его рассматривать субъективной логикой. Почему? Ну, потому что кончается предыдущий том, на чём? На действительном. Вот если вы откроете и посмотрите, какая категория, причём это вот большое обозначение для большой категории, а промежуточные категории, более мелкие там какие? Это субстанция, и с субстанцией связаны такие категории, как причины и действия. Причины и действия тоже мы их должны прежде всего понимать объективно, правда? А не субъективно. Но они как бы входят в понятие этого самого действительного, поэтому переход должен быть от действительного к объективному. Вот, собственно, и всё, на чём мы остановились, на чём мы настаиваем. И что тогда мы в этом объективном видим? В этом объективном мы видим вот это вот понимание понятия, прежде всего, как объективного. то есть, скажем, если мы берём понятие человека, означает ли это, что мы берём только как чей-то взгляд на человека, даже самого человека, самого этого субъекта? Нет, это, так сказать, он выступает как нечто объективное, правильно? Или как человеческое общество тоже выступает как нечто объективное. Другое дело, что мы можем иметь понятие об этом человеке, или об одном человеке из общества, или об обществе в целом. Это уже субъективное будет. Но раз уж мы решили тут не разрывать эту логическую цепь, поэтому мы начинаем здесь субъективную. Я в связи с этим приготовил некоторые примеры из политэкономии, ведь Маркс же использовал науку логики для того, чтобы построить диалектику капитала. Вот обратите внимание на такое понятие, как субстанция стоимости. субстанция. Здесь субстанция находится в конце первой книги, там в действительности, так, и с этой субстанцией связана акцидентность, в чём она себя, эта субстанция проявляет. Вот это действительность, как единство субстанции, акцидент. Ну так, если мы рассматриваем товар, и рассматриваем такую объективную категорию, как стоимость. Стоимость в капитале мы рассматриваем, это не то, что у нас в головах, не в головах тех, которые стоят или хотят поставить какую-то цену на этот товар. Цена – это одно, это уже, соответственно, форма проявления стоимости, а стоимость – это категория объективная. А что является субстанцией стоимости? Вот мы как-то на это не акцентировали внимание? Маркс прямо берет категорию, которая в конце первого тома нового биологии. Субстанция стоимости. А что субстанция стоимости? Это абстрактный человеческий труд. А что значит абстрактный? Потому что в наших головах абстрактный? Или он берется, так сказать, в абстрагирование от конкретной его формы? Это, так сказать, нормальный, среднеобщественный труд. То есть, если мы возьмем вот этот самый пример, если бы Маркс тут остановился и перескочил бы от субстанции стоимости непонятно как к товару в наших головах, другое дело, что когда какие-то коммерсанты выдумывают цены, они могут поставить любую цену, исходя из того, что у него там в голове. И почему-то цены всегда растут. Хотя ни одного факта, ни один человек, если он стоит на позиции объективности, не приведет, чтобы цены выросли. Кто может сказать, видел кто-нибудь цену, которая сама выросла? Нет, приходит дядя или тетя снимает эту бумажку и ставит уже другую бумажку, на которой другая цифра. Раньше эти бумажки были такие номерные, как-то они печатались, а поскольку теперь эти цены меняют очень быстро и очень часто, не до этого, поэтому просто вместо этой бумажки какой-то картонной очень частой бумажкой или просто кусочек бумажки на ней ставится цена, а завтра уже ставится другая, послезавтра третья и так далее. С заработной платы так не получается. Про заработную плату мы знаем, если тоже здесь будем исходить из объективного, это не то, что захотел рабочий и не то, что захотел капиталист. Для заработной платы есть такое понятие, как стоимость рабочей силы в капиталистическом обществе, ну а стоимость рабочей силы это стоимость тех жизненных средств, которые обеспечивают нормальное воспроизводство работника и членов его семьи. И вот по этому поводу мы даже в сегодняшних юридических документах находим такие интересные вещи. Например, если вы возьмете 130-ю статью Трудового кодекса, в ней написано, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. А чем это государство гарантирует? А вот тут начинается уже субъективная логика. Ничем. То есть нет никакой ответственности в кодексе Трудовом. Но, впрочем, эта статья не одиночно стоит без ответственности. Есть только одна статья о выплате зарплаты. Если вообще вам не выплачивать зарплату, есть статья в уголовном кодексе. За невыплату зарплаты можно привлечь к уголовной ответственности. А если вам мало платят, то уже нельзя. То есть вам дали 3 копейки и сказать, вот ваша зарплата. И уже вы не подпадаете под уголовный кодекс. Это очень важно, что мы нашли такой момент в самом капитале, где, понятное дело, что и стоимость объективно товара, она определяется количеством труда. Ну, какого? Среднего общественного, абстрактного труда, который абстрагируется в конкретной его форме, а есть затрата общечеловеческой рабочей силы. и субстанция, труда есть субстанция, есть две объективности здесь. Вот здесь вот этот самый переход, который не сделал так Гегель, а Маркс сделал, у него переход от субстанции прямо к понятию стоимости. И дальше к понятию стоимости рабочей силы тоже. Это уже только приложение того же самого. Поэтому у нас есть все основания считать, что мы на верном пути. и во-первых, а во-вторых, как только если вот все это свести к этому изменению, дальше никаких других особенных изменений не надо делать. Хотя вот мы обсуждали с Мазуром Олегом Анатольевичем, пожалуй, вопрос о телеологии надо перевести туда, где говорится добро. Есть такая категория добра. А добро это что такое? Если вы изменяете то, что у вас было цель, вы ее реализовываете вот то добро, которое вы получили. Ну и вот прежде чем сделать добро, так надо наверное цель поставить. Если у вас цели нет, то добра не будет. Так не бывает, что вы что-то сделали, но не сформулировали и сначала не построили у себя в голове. Вот здесь как раз должна быть субъективная цель, но она объективна по содержанию и средство должно быть. Потому что цель и средство там есть. А если есть средство, то средство, это вот средний термин, который соединяет и цель, которая субъективна, по форме, и результат, который объективен по содержанию. Но вот когда уже будет у вас достигнут результат, то несмотря на то, что вам казалось, что ваша цель субъективна, она может по форме это и субъективна, но если вам удалось получить тот результат, который вы намечали, то вы значит получили то, что ваша цель была объективной по содержанию, а по форме, конечно, субъективной. Ну вот здесь, конечно, такой непростой момент у нас в рассмотрении этого движения, потому что так мы просто шли одна категория за другой, а здесь вот мы должны выяснять откуда такой скачок, как может вдруг сразу после категории действительности появиться такая категория как субъективность. Она поэтому и не появилась и не может появиться. Поэтому пришлось понять о понятии вообще говорить Гегелю и там отвлекать внимание от этого обстоятельства, что это не так. С другой стороны мы ничего собственно говоря об науке логике тут не ломаем. Тут нет никакого рассуждения, которое мы бы взяли и переделали и выбросили, потому что здесь достаточно просто переставить и все. Переставить и поставить на место. Или как Райкин говорил, что такое худойник? Он берет нужную кляску и клядет ее в нужное место. Поэтому нам нужно сделать очень простую операцию. Значит просто ну понятно, что один раз можно прочитать Гегеля так, как он написан. Ну а дальше если речь о штудировании, а штудирование это уже выбирает тот, кто изучает. Студирование это значит внимательное изучение с возвращением, с подтверждением и так далее. вот если если мы речь о штудировании, то мы уже идем по той дороге, которая является полностью логичной и в которой субъективность появляется тогда, когда мы сначала рассмотрим объективность и после того, как мы рассмотрим объективность и в смысле содержания, и в смысле самой формы, сама форма объективная, какие-то объективные предметы или объективные категории мы берем, а потом уже объективность по содержанию, то есть она по форме, как например знания бывают, которые по форме они всегда субъективны, а по содержанию они называются объективными тогда, когда эти знания действительно отвечают природе предмета и когда есть соответствие между предметом и его отражением в наших головах. Вот и все. Ну вот в связи с этим мы получим здесь довольно много интересного, потому что вот мы смотрим, как это получается, потому что дальше у Гегеля стоит нам это только переставить, получается такой, можно сказать, оголтелый материализм, потому что что там рассматривается, вот если мы рассматриваем объективность, ну там рассматривается во-первых объективность как предмет объективный и объективность как то, что это не случайно отражение в головах сформированное, а такое, которое соответствует тому объекту, который этому предшествовал. А уже дальше потом, когда мы будем говорить о теориологии, тогда пойдет речь о цели и там речь пойдет о добро, потому что добро это преобразование мира в соответствии с тем, что приносит такую пользу. Но там конечно уже будет по-другому. Теперь когда мы берем и начинаем рассматривать объективность, что мы сразу получаем, нам Гегель начинается рассказывать про этапы и ступени рассмотрения это объективность. и сначала он рассказывает нам про механизм. Вот это очень ценное рассуждение, потому что если вы возьмете позднесоветское и больше сказать ревизионистское время, тогда везде все говорили надо найти механизм, надо найти механизм этого, надо найти механизм этого, механизм перестройки, механизм стимулирования, механизм улучшения, механизм сокращения и так далее. Все механизм. А что такое механизм? Вот по Гегелю, который берет эту объективную категорию механизм. Чем характеризуется механизм? Это то, что собой представляет внешнее соединение частей, которые друг к другу никак не относятся, они совершенно независимы. то есть их соединение это продукт кого-то, чей-то другой продукт, то есть сами они или это продукт, который так сложился, когда вот мы говорим, например, о небесной механике, небесная механика. Одни считали, что так, Бог себя хорошо придумал, как говорится, их трудно опровергать, поскольку они его не представляют, этого Бога и ничем особенно не доказывают, ну вот, так мы всегда смотрели, раньше думали, что Солнце ходит вокруг Земли, оказывается Земля ходит вокруг Солнца, а Солнце это одно из таких светил, которых очень много во Вселенной и так далее, и вот вам, пожалуйста, они друг на друга воздействуют, воздействуют, но какое у них воздействие, у них есть притяжение отталкивания и скорости и все, а скорость меняется по мере там приближения или удаления от соответствующего тела, это называется небесной механикой, это, между прочим, достаточно сложная наука, большая, но она что, она что анализирует, что исследует, то, что кто-то придумал, что-то субъективное или объективное, вот это объективное, объективное в том смысле, что оно не зависит от тех астрономов, которые это изучают и от той методики, которую они используют при изучении этой самой небесной механики. Дальше вообще, а потом Гегель тут же переходит на механизмах, которые люди делают, используют. То есть, они берут какие-то отдельные детали, сочленяют их вместе, пружину, которая все это приводит в действие и прекрасная, так сказать, идет работа этого механизма. То есть, что для него характерно, что сам по себе он, никакой, у него нет потенции к тому, что будет двигаться. Вот эти рукотворные механизмы, которые хотят все усовершенствовать, в том числе, давайте усовершенствуем экономический механизм. Во-первых, они утверждают, что это механизм, что ничего сознательного нет, что получается слепой игрой рынка, поэтому это все на самом деле сводится к свободе рынка, больше ни к чему. Ну, а если мы возьмем механизм, в буквальном смысле, вот у меня, вот это вот мне подарил один из наших товарищей, который был членом партии связной, Сергей Ширженко, швейцарский механизм, вот, если я его заведу, то он целые сутки будет ходить, а если я его не заведу, он будет спокойно лежать. И никакого времени я не узнаю об этом, это понятно. Почему? Потому что это внешне, то есть там очень хорошо все сделано, есть соответствующие детали, они прилажены, есть пружина, но если эту пружину никто не заводит, ну, нет ничего. То есть, если речь идет о человеческих механизмах, пусть это вот техническое устройство, а если это не техническое устройство, а пытаются экономическое, политическое ищут механизмы, то есть, только чтобы не думать, потому что то, что механически делается, это то, что не проходит через голову. Или проходит через голову тех, кто придумывает, с помощью чего будут двигаться вот эти самые механизмы, потому что сами по себе они никакого источника не имеют. И вот он достаточно подробно разбирает, и просьба с этим познакомиться и, так сказать, на это поглядеть, подробно разбирает, что такое механизмы всякого рода, и в смысле материальном, и в смысле духовном. Вот механическая память, это не значит, что там какой-то моторчик есть, и вообще непонятно, на что это такое. То есть человек запомнил не по содержанию, а потому что вот он задолбил. Запомнил, и все. Вот есть люди, у которых там хорошая механическая память, а есть люди, у которых нет. У меня, например, хорошей механической памяти нет. Если я не понимаю, что там такое написано, то я это и не запомню. А если я понимаю, тогда, может быть, запомню. Ну и то, не уверен. Поэтому это же вопрос другой. Дальше, вот эти самые механизмы после этих механизмов, которые для них что характерно, что они абсолютно безразличны. Все детали этого механизма, все элементы этого механизма, они все абсолютно безразличны. И к тому, как вы этот механизм используете, и к соседним деталям, и к далеким деталям, и так далее. То есть абсолютно тут полное безразличие. И вот эту вот чепуху, то есть такой вот самый низкий уровень организации, таскают везде, и у нас везде совершенствуют какие-нибудь механизмы. Но у нас и другое говорят. У нас вот раньше говорили все. Проект, проект, проект. Да уже когда у вас проект-то будет превратиться в результат? Но он уже превратился, они все равно это называют проектом. Это в полном противоречии с русскими законами. Теперь новая повестка. У нас какая сегодня повестка? У нас сегодня повестка науко-логике, это он второй. Начало. Значит, объективность, механизм, химизм, жизнь. Повестка. А по этой повестке один может так высказаться, другой может так. Разве дело в повестке? А у вас решения нет по этой повестке? А предложения тоже нет? А у вас только повестка есть? Вот они этими повестками, только включите радио. Самые вроде хорошие радио, эти станции. Они вот будут вам говорить про повестки. Как до этого говорили только о проектах. Так что с точки зрения науки, логики, с точки зрения диалекции, которая представляет собой высоту, когда мы смотрим в такой логической горы, мы видим, что это какие-то очень низкопробные, очень низкого уровня рассуждения у людей, которые занимают солидные, вроде и места такие, вроде бы им полагается тут разбираться в этом деле, а они не разбираются. Химизм. Чем отличается химизм от механизма? А вот тут уже нету такой картины, что одна часть от другой части не зависит. Одни элементы от другой не зависят. Они не только зависят, но они сцепились вместе и дали другие совершенно свойства. Вот этот химизм разбирают. Причем тут вот, ну какой тут может быть субъективизм? Он разбирает, как вот дальше мне деревьев разбирать по всем этим самым элементам. Ясное дело, что вот есть разные окислы железа. Есть феррум 2О3, а есть феррум 3О4. Ну вот так и субъективизм. Есть разница? Есть. А есть натрий-23, это что? Сода. Сода. Значит, вы натрий видели, наверное, покатывали всем в школе? Натрий, да, хранят его в банке с керосином. Ножом режется хорошо. На воздухе может возгореться. У меня возгорелся, я полежал в больнице. Так я решил себе положить в карман, так сказать, примерно в классе в 10-м. Так что я видел, как он возгорается. Но он не всегда возгорается. Мог он возгореться. Отушили его у меня водой, так сказать, товарищи. Раз, сразу ведро воды, а там сразу натрий-ОАЖ образуется. Вот, всякое бывает. Так вот, какие свойства у натрия-20, СО-3? Сода. Если у вас соду нужно протереть, там посуду, можете взять соду. Если у вас изжога, вы растворите соду и выпейте, и так далее. Сода, так сказать, для того, чтобы у вас были пышные какие-то пироги, иногда добавляют соду. А потому что, когда сода реагирует с каким-нибудь кислотой, там выделяется углекислый газ, пузырьки, и вот у вас уже они... Это не так поднимаются они, как до дрожжи. Это уже биологические тут добавки. Поскольку дрожжи – это животные, строго говоря. Это химическое вещество. И полностью меняются свойства, потому что натрий одни свойства имеет, а С – это просто углерод. Вот у нас сколько углерода бывает, когда проходит партийное собрание в Ульяновке, и там много образуется угля, поскольку согреваются люди. Вот там углерод чистый. И когда этот углерод, так сказать, достаточно его много, и он еще красный, и там тепло. А если его нету, а только пепел, и там уже он разложился, там уже не такой. Вот, казалось бы, еще одно вещество мы возьмем, которое нейтральным является, так сказать, и безвредным – это натрий-хлор. Но натрий, мы уже о нем поговорили, а хлор достаточно, так сказать, если это будет хлор у вас в воздухе, и достаточно много, он приведет к гибели того, кто этим хлором дышит. Ядовитый газ. И вот люди, у каждого солоночка, в солоночке и натрий, и хлор, но взятые вот в этой комбинации. Комбинация субъективная или объективная? Объективная. У них есть это сродство, о котором пишет Гегель. Вот тут он напоминает то, что делал Энгельс, когда он диалектику природы писал, он тоже такие все примеры разбирал. Вот. И в данном случае он определяет, какой будет результат. Результат совершенно понятный. И после этого идет переход уже к жизни. Ну вот он к жизни переходит, но базируется Гегель, вот как настоящий материалист, на том знании о природе, которое имеется. А какое имеется? Они еще не могли сформулировать, что это такое. Вот Энгельс сформулировал, что жизнь – это способ существования белковых тел, которые ведут обмен веществ с природой постоянно. И, так сказать, все потом дальнейшие, более сложные белковые образования, они так или иначе этим свойством обладают. А если они обладают, если там белков нет, то это уже не животные. Ну вот, что касается живых организмов, как мы знаем, они тоже делятся очень сильно на растения и животные. Потому что растения, растительные белки обладают таким свойством, которым не обладают животные белки. Они могут, с помощью минеральных веществ, которые добываются, идут через корни в растения, и под влиянием солнечных лучей, вот в этих хлорофилловых клетках, там образуются что? Белки. А вот животные, включая людей, со всей их наукой, культурой, историей, сознанием, они этим свойством не обладают. Поэтому они не могут синтезировать белки. Поэтому люди, как и другие животные, они потребляют либо растения, либо других животных. Или тех и других. То и то. И есть переходная такая форма грибы. Им не надо никакого солнечного цвета. Например, шампиньоны выращивают в подвале. Есть подвал, туда опилки, мицелий. И вы в один прекрасный день получите эти шампиньоны. И никакого освещения не надо. Поэтому они, что собой представляют грибы? Это граница. То есть ножка есть, шляпка есть, головы нет, ума нет. И растения живое же? Живое. А белок близок к животному белку. Правильно? У грибов больше, чем к растительным. То есть вот Гегель тут, вот в этом месте, рассматривая объективность, показывает себя как такого знающего естества испытателя. И он доходит и до человека. Когда он до человека доходит, он доходит здесь, перед этим доходит до животных. Потому что животное, он есть какой-то вид, а есть род. И это все деление тут присутствует. И по одним признакам определяется вид, по другим признакам определяется род. И в этом смысле вот роды исчерпывают этот вид. Может быть там 15, нет, наоборот, виды исчерпывают род. Может быть таких видов 10, 15, там это касается числа обезьян или ежей, или еще каких-то оленей. Здесь, если мы с вами читаем это дело, тут как-то трудно сказать, что нам тут непонятно. А что тут непонятно? Ведь это обычно как у Энгельса в диалектике природы. Энгельс прямо вот поэтому такую работу, как в диалектике природы, ее трудно читать, если читать ее в отрыве от науки логики Гегеля. Потому что что делал Энгельс? То есть он все вот эти, на примере тех открытий, которые происходили в естественных науках, и в науках о животных, и о человеке, он на примере этих вещей показывает, как развивалось, как развивалось, идет развитие живого на Земле. Есть пределы этого развития живого на Земле, товарищи? Есть пределы? Как это нет? Есть, конечно. Есть, конечно. Вот знающие тут, преподавающие знают. А что такое предел? Есть, который переходят. Ну так это граница, которая переходит. Как раз вот те люди, которые говорят, нет, предел. Ну так ее переходит все время. Это как вот у Елены Ясенбаевой, там 8 мировых рекордов по прыжкам в высоту. И каждый раз она, если это мировой рекорд, значит, никто выше не прыгал, она каждый раз выходила за свой предел. Ну и те люди, которые вот занимаются наукой и логикой, мы тоже так вот, мы занимаемся, занимаемся, вот мы дошли до этого места. Ну вот, ну сейчас у нас предел. А почему предел? А потому что мы переходим через эту границу, границу, которая переходит. А если мы прекращаем занятие вообще, тогда и это и не предел. Потому что это граница, которая не переходит. Предела нет, просто брошенное дело и все не доведенное до нужной точки. Вот такая картина складывается, если мы начинаем двигаться. И после того, как это движение вполне объективное Гегель заканчивает, встает тогда вопрос уже. Потому что он до человека дошел, сформулировать человека он, конечно, не мог. Потому что у него везде, вот где вы будете смотреть, и вот когда читаешь, об обществе он обычно не говорит. Он даже и о государстве говорит, и о Боге, и о государстве, об индивиде, о человеке. А вот об обществе. А что этому противопоставил Маркс? У Маркса очень четкая есть формулировка. Индивиды, производящие в обществе, вот естественный исходный пункт. Индивиды, производящие в обществе, сразу указан на производство. Точно так же, как вот в том примере, который мы с вами рассматривали, с субстанцией. Что такое, значит, если труд субстанция стоимости, то и стоимость рассматривается как объективная, а не то, что мне в голову придет, вроде цены. И эта стоимость, она объективна, но она связана с состоянием производства в обществе, с состоянием средств производства, правильно? И дальше вот в этой книге, хотя эта книга вроде как о субъективности, когда мы будем говорить о цели, там есть еще и средства. А средства – это средний член. Есть сознание какое-то, оно формулирует цель, есть средства, а потом есть результаты. И Гегель даже в одном месте говорит такую вещь, которую прямо надо записывать в исторический материализм, что средства выше, чем результаты, которые получаются с помощью этого средства. Плуг выше зерна, потому что вы с помощью этого плуга получите много-много зерен и много-много лет будете получать. А зерно вы сейчас съедите, и на этом все. То есть, что интересно, он даже дошел до значения средств производства, поэтому, конечно, Маркс весьма прочно, так сказать, обосновался на этой позиции. И когда его спрашивали, ваше отношение к Гегелю, он отвечал однозначно, мое отношение к Гегелю такое, Гегель – мой учитель. Вот и все. Ну, ясно, что если Гегель был учитель Маркса, то нам это полезно почитать и посмотреть. Тем более, что вот даже мы сегодня обратили внимание на то, что вот эта самая субстанция, труд субстанцией, ну, редко когда сейчас об этом говорят. Хотя у Маркса везде написано, что труд субстанцией, стоимостью. Какая категория? Это последняя категория вот этого дома первой, субстанция. А там еще и причина. И причина, так сказать, роста всякого богатства. Потому что если вы создаете, если труд субстанция потребительных стоимостей, он же и субстанция и стоимость. А какой труд? Конкретный труд – это субстанция потребительной стоимости, абстрактный труд, среднеобщественный труд – это субстанция стоимости. А цена? А цена – это не стоимость, это форма проявления чего? Это форма проявления стоимости. Стоимость может быть очень низкая, а цена очень большая. Я недавно мельком увидел, что у нас за этот год, последние данные такие, 9 с кусочком процентов рост цен. 9 с годами. Заглядующие. Да. Хотя, как вы понимаете, с ростом производительности труда, хоть при капитализме, хоть при феодализме, затраты труда, хоть при социализме, затраты труда на единицу продукта сокращаются. Поэтому, когда нам рассказывают, что цены растут, ни один человек не может привести ни одного примера, чтобы цены сами выросли, их поднимают. И поднимают их для чего? Ну, если есть братство капиталистов, они все поднимают. А есть братство рабочих, которые на них работают. Если рабочие не требуют соответствующего повышения, не требуют больше, чем повысились цены, ну, так их все время опускают, опускают и опускают. Тут недавно вышел, мало того, что я ссылался на 130-ю статью Трудового кодекса, где написано, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Ну, мы тоже участвовали в свое время с ФИДОТом, и все эти профсоюзы участвовали наши боевые в продвижении Трудового кодекса, и поэтому, ну, попало такое вот в кодекс. Но никто, ни одного случая я не знаю, чтобы его кто-нибудь применил. А такие случаи, если вы жалуетесь и прокуратуру, они сводятся к тому, что вам что-нибудь другое сделают, а это табу. Они не будут никакие меры применять. Да и нет никаких мер. Никакие меры тут не предусматриваются, кроме того, что нарушение закона. А где, какая мера наказания? Никакой. Теперь недавно появился указ президента о том, что, так сказать, о национальных целях развития России до 30-го года. Как-то, как будто это такой очень маленький и маловажный документ, вот уже два года, как он существует, два года уже прошло, а о нем не слышно, не видно. Вот я решил на Генру о нем рассказать. И то я не сам узнал, мне, так сказать, сын мой сообщил, показал, я удивился очень. Потому что уже, так сказать, цели национальные поставлены, а никакого движения, плана нет, который является путь в движение этим целям. Соответственно, соответствующей организационной работы для этого тоже нет. И поэтому судьба этого указа, она под вопросом. Тем более, что указ – это документ юридической четвертой степени важности. Первая степень – это Конституция, потом федеральные конституционные законы, которые двумя третями депутатов Госдумы принимаются и Федерального собрания в целом. Потом идут обычные законы, третий, а потом идут указы президента, но потом постановление правительства. То есть, если указ президента в своем исполнении не толкнется на какой-нибудь закон, что должно выполняться? Закон. Закон, и все. А трудно этому президенту превратить указ в закон? Нетрудно. Почему? Потому что он является субъектом законодательной инициативы. Вот, например, председатель правительства не является, а президент является. Он может выдвинуть, предложить и должны рассматривать этот проект. Я думаю, что его бы приняли. Но тогда нужно будет отвечать за этот самый результат всем. И президенту, и Думе, и Федеральному собранию, и правительству. А если это закон, то можно еще там записать какие меры к тем, кто не выполнил этот закон. А сейчас, получается, ну, не получилось. Не смогла. Не смогла. Это и, собственно, весь разговор. Ну, вот мы еще раз с вами убеждаемся, вот сегодня, хотя мы рассматриваем, говорим о науке логики Гегеля, о Гегеле как великом идеалисте. Ну, вот этот идеализм у него, так вот он кое-где проглядывает, там, где у него не получилось. А не получилось, я думаю, в частности, и потому что наука о человеке, об обществе, она не могла еще к этому времени сформироваться. В том числе и потому, что для ее формирования нужно было проделать ту работу, которую проделал Гегель. Вот поэтому Маркс и сказал, что Гегель – мой учитель. То есть после этой проделанной работы, когда уже есть абстрактное и конкретное, и когда есть объективное и субъективное, и когда можно это все рассматривать, как сформулировал Маркс, что он является исходным пунктом? Индивиды, производящие в обществе. Тут сразу, во-первых, берется не личность, как всегда, личность, а для личности интересует полицию сейчас, а раньше милицию. Выяснение личности, вот два часа на выяснение личности вас могут, так сказать, задержать и будете там сидеть, пока они выясняют. Они сначала чай попьют, а потом будут через компьютер проверять, правильно вы сказали или нет. Убедятся, сказать, идите отсюда. Выяснение личности. А на самом деле в науке, и на этом Маркс и стоял, и Энгельс тоже, и отсюда и пошел марксизм, что берется производящие люди, как производящие, потому что берется общество, и не просто общество, а общество производителей, индивиды, производящие в обществе. И начинается эта вся история человечества, начинается тогда с первобытного общинного общества, вот они, производители, производящие материальные блага и первобытный коммунизм, который в 90 тысяч лет у нас был коммунизм, и никак к нему не вернуться пока, не получается. И потом уже пошли изменения, одни, я сказать, будут производящие, а другие, и не производящие, и многопотребляющие. Вот это пошло тогда здорово, и рабовладение, и феодализм, и капитализм, и такое устойчивое. Вот, а товарищи, которые должны за этим следить, а кто должен за этим следить? Ну, тот класс, который производит, должен за этим и следить, кто в этом материально заинтересован. И ему навстречу всегда идут люди истины. Если люди представителями истины являются, и вот и Ленин так выделял, что для нам самые лучшие представители нашего народа, это, во-первых, рабочие, которые готовы сражаться за свои интересы, и представители умственного труда, которые ни слова не скажут против истины, и не побоятся никакой борьбы для достижения поставленной себе цели. Таких людей не так и много. Вот, скажем, рабочая партия России собирает таких людей в партию. Вот, мы собираем, мы не закрыты, но вот там людей, которые не хотят учиться, то есть не хотят поручиться в Красном университете, не хотят разобраться, мы тоже остерегаемся, потому что сколько мы таких экспериментов не имели, толку это не дают. А если люди серьезные приходят, они и занимаются, они и растут, и всякий член партии, который, как говорится, поработал в партии, он занимает определенные позиции и имеет твердые убеждения. И твердые убеждения должны у нас совершенствоваться. Вот в нашей системе обучения наш кружок тоже играет очень важную роль, потому что на диалектике основываются все остальные, так сказать, науки. Есть, как известно, три источника, три составных части марксизма, но лучше сказать не три части, а три момента марксизма, что один без другого не существует. Ну вот, собственно говоря, к этому сводится то, что я сегодня хотел бы рассказать, и на что хотел бы обратить внимание, потому что дальше мы будем двигаться уже откуда. А вот дальше мы будем двигаться к субъективному, то есть объективному, но уже здесь, уже в субъективной логике от объективного к субъективному. То есть в следующий раз, а здесь будет так звучать, что это объективность и вот с формой движения механизм, организм или жизнь, механизм, жизнь и человек. Ну вот, собственно, вот то, что мы можем обозначить, как то, что мы рассматривали здесь вот так по-крупному на сегодняшнем занятии. А теперь, если есть какие-то вопросы, давайте, я готов ответить, или есть какие-то соображения, замечания, мысли, которые кто-то хочет высказать, пожалуйста. Ну вот, я думаю, что с точки зрения того, чтобы научиться выступать, спорить, отстаивать, наши занятия здесь очень важны, потому что, как вы понимаете, так вот сходу на какие-то вопросы трудно ответить. А когда их 5-7-10 раз прочитаешь, я, может, с теми, более способный, вот я-то сразу не схватываю. Вот, так сказать, прочитаешь, привыкнешь к этому, надо еще и попривыкнуть. Как даже по незнакомому городу, если вы хотите не заблудиться, лучше погулять сначала, а потом уже начать, так сказать, целенаправленно ходить. Так и здесь. То есть, с одной стороны, мы не бросаем это дело, продолжаем изучать. То, что мы уже доходили же до конца. До конца науки дошли. А сейчас мы пошли как раз вот путем материалистического истолкования. И как бы снова к этому обращаются. Ну, и метод, который и Ленин предлагал, и вообще существует такой науки, который говорит о том, что надо штудировать. Что значит штудировать? Ну, вот сначала это непонятно. Ну, кто-то занимался, скажем, естественными науками или математикой, тот прекрасно понимает, что можно и месяц не понимать какую-нибудь теорему, и полтора, а потом можно и понять. Я однажды вот ходил целый год на спецкурс на Макмехе здесь, на восьмой линии, к нашему декану нашего факультета математико-механического Боревича Зиновна Ивановича по иерогонической теории. Ну, первые, нас там было человек пять. И мы сидели тихо, смирно, даже тише, чем вот здесь у нас. Сидели тихо, он все читал и читал, каждую неделю были лекции. Закончилось это все. Не знаю, как другие, я не сдал. Не сдал, даже и не пошел в эти деньги. На следующий год я пошел опять к тому же самому, на те же самые лекции. Я сидел, и я все... Вот если раньше я одну лекцию только понимал, первую и все. И постепенно это все понимал. То есть, ну, все сложные вещи, они сами по себе сложные. Сложные, это сложные спросы. Их нужно привыкнуть к терминологии, привыкнуть, положить это себе в голову, даже когда вы об этом специально не думаете, а вы это все смотрели, дослушали. Это все там как-то так потихоньку в голове перерабатывается. И поэтому особенно можно не расстраиваться по поводу того, что я этого не понимаю. Таких людей, которые все понимают, вообще в природе нет. Кто таких видел у людей? Скажите. Возьмем их на заметку. Нам такие люди нужны. Так что это совершенно нормально. Поэтому задание на следующий раз какое? Ну, вот, во-первых, еще раз прочитать то, о чем я говорил сегодня, да? И переходить уже к субъективному. Николай Васильевич, вопрос. Да. Вот Гейкер использует такие фразы, как спекулятивное мышление и спекулятивная лодка. Да. Да, вот это вот, это нам, конечно, ухо режет сначала. А что такое спекуля... Вот, если даже вы возьмете наше обыденное понимание спекуляции, в чем она состоит? Получить больше. То есть, если вы с помощью своей логики больше узнаете, это спекулятивная логика. А если вы то узнаете то, что знали, и что знали, на том и останетесь, то тогда это не спекулятивная логика формальная. Ну, то там тут равенство, 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 и все. А спекулятивная логика, она построена на том, что есть равенство и есть неравенство. То есть, диалектическая логика иначе называется спекулятивной логикой. Только именно потому, что здесь нет только вот этого равенства. То есть, не спекулянт. Ни один спекулянт не согласится с такой логикой, что он должен получить столько, сколько он потратил, сколько он и получил. Он должен обязательно получить больше. Здесь, конечно, там какой-то добавляется обман и жульничество. А здесь слово само спекулятивное только так бросает тень. А в принципе, нужно получить больше, чем вы знаете. Вы хотите больше получить? Или вы хотите приходить на кружок, чтобы уходить отсюда с тем, с чем пришли? Здесь спекулятивное положительное. А? Спекулятивное как положительное. Спекулятивное как положительное. Ну, понятно. Я думаю, что это еще дело в том, что переводят на русский язык. Я не думаю, что там такое же значение в английском, да, вот это спекулятивное. Там такого нет оттенка. А у нас очень сильно негативное, конечно. Сильно негативное имеет значение. Значит, сильно много получим в науке, если будем спекулятивной логикой владеть. Да. Мы здесь просто коснулись еще экономической теорией. Просто я хотел пример привести современной экономической теории, которая есть в головах людей, ну, допустим, тех же рабочих. Вот, у меня знакомый, соответственно, он сварщик. Выполняет какую-то работу. Я говорю, в принципе, ты должен знать, сколько стоит та работа, которую ты выполняешь. Как бы ты должен ее знать и, соответственно, просить ее оплаты за свою работу. Работа или сколько стоит результат? Он пошел, соответственно, человек, который занимается этим самым, тоже с маркой, говорит, ты, говорит, как, соответственно, работу свою оцениваешь. У меня тут есть стоимость материала, и я, говорит, его умножаю на 3, и, говорит, это вот. Ясно, ясно. Это очень... Соответственно, вот эту сумму я, короче, требую заказчику. Я говорю, а вот это 3 ты откуда взял вообще? Это спекулятивная логика. Он говорит, все так берут. Я говорю, ну подождите, ну что значит это 3? Вот, понятно, там, сумма материала, то есть цена материала, да, расходы, вот эту 3, ты эту цифру откуда взял? Все так берут. То есть люди собираются, меньше трех не собираются. Да, это вот про уровень экономического понимания, экономической теории, экономической технической коэффициент. Я говорю, это... Я говорю, ты откуда... Нет, он где? Это в городе такой коэффициент? Это или в республике такой коэффициент? Или в городе... Это или в стране такой? Я говорю, откуда ты эту цифру... Откуда этот человек взял ту цифру? Все на какую-то считать берут? Ну, на самом деле, вот люди-то, которые прочитали капитал, могут же объяснить этому же самому сварщику, что нужно сделать? Нужно, во-первых, во-первых, нужно узнать, сколько времени это потребует, правильно? Это фактически. А во-вторых, труд сварщика, он вредный. То есть, он вредный раз и сложный два. То есть, не всякий может быть. То есть, он требует обучения. Поэтому, вот получается, вам за вредность надо и за сложность. Вот три и получается. Вот три все входит. Вот и получается примерно три. И сложность, и вредность. Да. Ну, примерно, прикидочно так. Я знаю, например, на производство, когда мы рассчитываем на какие-то металлоконструкции, то стоимость производства этих металлоконструкций очень просто считается. Стоимость металла в тоннах умножается на 1,25. Вот стоимость производства. Ну, там три он считает, четыре уже никому не интересно. То есть, рабочий должен бороться за повышение платы за свой труд. Вот как он должен понимать, на что он должен бороться, если соответствовать стоимость? Ну, а если он просто за повышение зарплаты, тогда у него слабая позиция. Потому что, Марс-то ведь, как говорил, о стоимости рабочей церкви. Он не читал. Ну, не читал. Ну, не читал, за это ему меньше платят. А те, кто читают, им платят больше. Чуть-чуть больше. А как еще иначе? Чуть-чуть больше. Дело в том, что, если мы возьмем зарплату, нет никакого закона, что зарплата должна быть равна стоимость. Она может быть ниже стоимость, она может быть выше стоимость. Если вы хотите, чтобы вам повысили зарплату, вот вам три копейки. Вот вам три копейки еще, вам повыше. Думанная размера оплаты в ружье есть, меньше не могут. МРОТ же есть, меньше не могут платить. Эти МРОТы все время меньше становятся. Но это не важно. Это ограничено же? Не, не ограничено. Все время снижено. Я же только что сказал, на 9% в этом году выросли цены. Значит, ваш МРОТ на 9% снизился. Это вы знаете об этом. Это я знаю об этом. А на самом деле это... А вот сейчас мы, видите, у нас все это записывается. Пусть те, кто смотрит, тоже узнают. Когда человек приходит в магазин и смотрит, что цены повышаются, как вы правильно говорите, он думает, что они сами взяли и выросли. Так жизнь устроена. А он не понимает, что от куда повышается. На то и мы обучаем людей, что цены сами не повышаются. Их кто-то должен повышать. Кто-то их повышает. А цены, чтобы сами вдруг выросли, такого не бывает. Это не грибы. Нет, они могут и расти. Только пускай... Не могут они расти. Должен прийти. Потому что это на большую силу тогда растет. Не могут они расти. Цены не могут. Эта стоимость может расти. Это да. А цены не могут расти. Цены – это то, что устанавливают. Люди пишут, вот как они считают. Тот, кто продает, устанавливает цену. Больше никто. А вы можете не покупать по этой цене. И никаких претензий нет. Не ходите, не подходите ко мне. Вот и все. Не покупать не могут. Не знаю, что я не могу. Ну, если не можете, это ваше дело. Вы свободный человек. Свободно можете уберечь. Вы свободны. Свободные люди. Да, вот... Вы свободны туда, свободны сюда. Вот у нас как получается? Значит, если человек его уголит, он попадает в резервную армию. В этой резервной армии он какое-то время находится, ему платят. А потом через год перестают платить. И дальше уже... Двомнице платят по безработице. Нет, это если вы встанете уже на биржу. Вы встанете, год можете получать там какое-то пособие. Но не бесконечно. Пособие по безработице. Вот вы его получаете, получаете. Закончился этот период получения пособия. Дальше государство наше про вас забывает. А если... Есть другие люди, которые про вас не забывают, берут ваш паспорт, дают вам сколько-то денег, чтобы вы не умерли сегодня с голоду. А на ваш паспорт оформляют какой-нибудь кредит сумасшедший. И все. А, так сказать, вы, так сказать, отлично поживете, но недолго. А вот как раз по поводу резервной армии сегодня на РВК, ужасная пресса сокрушалась, что в Петербурге этих людей, которые подаются на одну вакансию врача, всего лишь 1,2 человек. Потому что они пишут, а нормальное количество, 4 человека на вакансию. То есть они считают, что один должен взять вакансию, а три должны где-то погулять там. Врачей, 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 врачей. И это, короче, ужас. Сейчас больше всего лишь на 20 процентов. То есть у нас получается резервная армия, когда 20 процентов. Вы хотите... Значит, вы хотите... Чудович, вообще... Невозможно работать. Кирилл Владимирович, вы хотите поработать в больнице? На врачей нет, а вот санитаркой, пожалуйста, вот, уборщицей, пожалуйста. Уборщицей, там меньше, да. До мойки, вот эти, вот они и страдают. Еще какие мы... Вот у вас, Степан, Степан. Я хочу заметить, что рост цен, вот, вы говорите, бирки там переписывают, или перепечатывают. На самом деле, этого уже в большинстве случаев вы не делаете. То есть бирка может, там, как бы, старая быть. Если вы четко не запомнили цифры, как товар, приходите на кассу, там, значит, на сколько процентов больше. Спрашиваешь, почему? А это у меня в компьютере так, я ничего не знаю. Ну, это если спросили. А еще, если вообще не спросили. Все-таки я бы, все-таки я предложил бы из лексикона нашего, по крайней мере, изъять такие высказывания, как цены повышаются. Цены сами никогда не повышаются. Их повышают. Поэтому их повышают. Это раз. Во-вторых, рост цен, цены не растут. Их тоже только повышают. Поэтому это так вот, так придумано, ловко, чтобы люди не докопались до того, что тут происходит. Повышение цен, это нормально звучит? Ну, конечно. Рост. Рост, да. Выросли цены. Пока не было. Цены пошли, пожалуйста. Так, еще какие-то есть соображения, замечания, предложения? Тогда, значит, понятно, что мы готовим на следующий раз. На следующий раз мы… Да? Два-вадцать восьмого. Двадцать восьмого. Двадцать восьмого марта. На следующий раз, двадцать восьмого марта, мы будем уже изучать субъективное. Субъективное, субъективное. Так? То есть то, что стояло первым. А, вот это теперь будет у нас субъективность. Вот оно стояло первое, а теперь это у нас будет второе дело. Спасибо, товарищи, за внимание, успехов! Продолжение следует...